Как выглядит кайдзен на практике? На прошлой неделе в Иванове прошел семинар, посвященный системе непрерывного улучшения производства и повышения производительности. В Японии это целая философия, носит она название кайдзен. А вот какой она приносит эффект, испытала на себе ивановская мебельная фабрика. Казалось бы, чудо японцы не сотворили. Попросили навести порядок на рабочих местах, чтобы все нужное было на расстоянии вытянутой руки. Под инструменты повесили специальные стеллажи. Провода, за которые можно запнуться, спрятали под трап. Я работаю давно в мебельной промышленности. Наверное, уже скоро будет 40 лет. И была Иванова мебель – лучший предприятие. И эта система, только не кайдзен называлась, а СПТ – система бездефектного труда. По сути дела, она чем-то перекликается с кайдзеном. Поэтому я что-то и оттуда сюда принес. Но сейчас новое время вроде не нужно было. Оказывается, это забытое старое. Оно востребовано и сейчас. Зато эффект от наведенного порядка поразил всех. Производительность труда в цеху выросла на 10%. На отдельных участках – на 30%. Задача Ивановской фабрики – выйти на международный рынок. Именно Иванова поставляла мебель на все 12 стадионов чемпионата мира по футболу. С примерно 2012 года мы начали активно работать по транспортному сектору. Это аэропорт и московский метрополитен. Соответственно, в московском метрополитене мы ставили, наверное, большинство касс московского узла. В Кайдзен мероприятия сделали работу совершенно другой. Перезагрузилась и сама фабрика, и люди. У нас сначала кажется вроде абстрактной, типа лозунг какого-то. Но на самом деле все это в итоге выражается в деньги, в итоге это выражается в дополнительной премии. Людям, которые трудятся в наших предприятиях, выражается в том, чтобы наши предприятия наращивали свою мощь и выручку. Так что мы эту практику по производительности будем продолжать. После семинара появились еще претенденты среди ивановских предприятий на внедрение Кайдзен. Японская работоспособность оказалась заразительной для Иванова. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.